Это программа Диалоги, я Мария Железцова и сегодня будем вести интересный и увлекательный диалог с главным полицейским Нижнего Тагила, полковник Ибрагим Абдулкадыров. Здравствуйте. Здравствуйте, Мария. Ну, в первую очередь хотелось бы сказать, что вы такая личность, очень интересная для нашего города, но при этом очень мало информации о вас мы знаем, а хотелось бы знать чуть больше. Вот сейчас вы более публичным стали, как это вас не тяготит? Расскажите. Ну, вообще-то занимаю мою должность, она сама по себе, она публичная должность. Я достаточно часто общаюсь с населением, с людьми и общаюсь в центре внимания постоянно. У нас новые происшествия, новые события, всегда новые люди, поэтому это меня совершенно не тяготит. Ну, хотелось бы как раз сегодня узнать о вас чуточку побольше. Вот я знаю, что вы родились в Дагестане. И интересно, мне бы хотелось узнать, вот какой там уклад жизни, как это на вас повлияло, что там ценится, как детей воспитывают, например. Как это на вас повлияло, вот на ваше взросление? Да, действительно, родился в Дагестане. Жил я там до 18 лет, до призыва. По тем временам уже не вреди советской армии. Уклад, значит, жизни и требования в семье, это прежде всего воспитание нормальных, порядочных людей, уважительное отношение к старшим, любовь к ближнему. Вот таким вот образом и был воспитанный. Ну, то есть это строгое такое воспитание? Научили вас и дисциплине, и наоборот, мягкое такое семейное? Ну, наверное, у меня отец был достаточно требовательный человек, покойный, поэтому и у нас и учил, и требовалось каждого, именно, что мы были во всем дисциплинированы, пунктуальны. К сожалению, вот, значит, я второе качество, не совсем, наверное, пунктуальны, да. Приходится опаздывать. У всех есть. К сожалению, но я обязательно исправлюсь. Угу. А как вы в Нижнем Тагиле оказались тогда? Вот до 18-ти... В Нижнем Тагиле, значит, помните, был раньше девиз, кто не служил, тот не машина, и прочие разные были высказывания в свое время. Соответственно, я также, как и все остальные, был призван вреди советскую армию по тем временам. Значит, первые полгода я провел в Татарстане, в городе, в Казани. Я проходил там учебу, учебу специально. После окончания той учебки, значит, мы были распределены по разным городам в нашей необъятной стране. Вы бывали так? И я попал в воинскую часть, в городом Нижний Тагил, авиационную часть. Я служил там в Соколе полтора года. Ну и будучи военнослужащим, к концу моей службы, мне было предложено поехать в Татарстан, в Белабургскую школу, в милицию, специализированную по тем временам, по линии уголовного розыска. Так как у меня была такая, на самом деле, детская мечта. Кто-то хотел стать космонавтом, кто-то хотел стать моряком. А вы сразу мечтались? Ну и начал свою карьеру в Тагилсоевском райотделе, в должности инспектора уголовного розыска. Интересно было бы узнать, у вас, как и человека, который, наверное, знает город изнутри, какие есть в городе вот такие значительные недостатки, которые надо менять, какие проблемы основные есть? Вы знаете, город меняется с каждым годом, если сравнить, что я себе представлял Тагил 30 лет назад, 25 лет тому назад. Что он представлял? Вы знаете, ну, был достаточно, конечно, мрачный серий город, с одними указателями, а не с дорогами и прочее. Город меняется лучше, чем вот. Вы же видите, что происходит в последнее время? Все меняется. Да, строительство и спортивных комплексов, и дорог, и сооружения, восстановление музеев исторических наших. Все меняется в городе. Несмотря на то, что делается много за последнее время, и тем не менее, конечно, меня также волнует. Я живу в этом же городе, я точно так же передвигаюсь, я хожу по тем же магазинам, хожу по тем же улицам, по тем же скверам, медицинским учреждениям и прочее. Конечно, масса проблем пока нерешенных, от которых нужно достаточно серьезно заниматься и решать. Это те же проблемы дорожные наши, с учетом климатических условий. Дорожные проблемы сейчас всех беспокоят. Да, очень серьезные проблемы, несмотря на то, что в прошлом и позапрошлом году была проведена, очень колоссальная работа была проведена по реконструкции, ремонту дорог. Что произошло на сегодняшний день? Почему такая картина стала? Вместе со снегом сошли, будем говорить, покрытие многих улиц, что это сошло и ушло. Поэтому глава города обратился к нам по этому поводу заявления. Мы сейчас проводим серьезную проверку. Как так могло произойти? Должны быть какие-то гарантии, сроки. Люди должны нести определенную ответственность за это. Но на что получается? Гемподрядчики где-то сидят на каких-то островах, нанимаясь субподрядчику, они проводят работы. Поэтому я однозначно буду стоять эти вопросы. Не должно быть никаких субподрядчику, если люди выиграли тендер, чтобы они пришли и провели, и несли соответственно ответственность уже. С гарантией определенной за проведенную работу. А у нас получается нет крайних на сегодняшний день. С кого спрашивать? Ну то есть сейчас вы занимаетесь такими действительно насущными, важными вопросами. Я считаю, это достаточно серьезная проблема для нашего города. Поэтому мы этим вопросом занимаемся. Ну и, конечно, ряд других моментов, где здорово мне нравится район Галияно-Горвановского. Посмотрите, там сколько построено спортивных комплексов, сооружений интересных. Там есть, куда идти сейчас с детишком. Там и СОК, там и ФОК, там и президентский спортивный комплекс. Куда, ну практически будем говорить, значит, вся Галиянка со своими детишками, да и с родителями они могут спокойно приходить туда, заниматься тем, чем кто хочет. Каких только нет секций на сегодняшний день. Ну да. И плавательный бассейн, и боксерский зал, и борцовский зал, зал для баскетбола, ну и для художественной гимнастики. Поэтому, значит, примерно вот по такому пути надо идти нам, по всем нашим... По пути здорового образа жизни. Совершенно верно. Значит, и чтобы людям было куда идти, чем заниматься. Я знаю, что есть хорошие мысли и планы администрации города. Они собираются, значит, точно та же в районе, в Ленинском районе, на Выя, на Красном Камне, в Зержинском районе разместить подобные спортивные центры. То есть преображать и другие районы. С тем, чтобы у нас было здоровое, нормальное поколение. Чтобы дети не слонялись по кварталам во дворах. Чтобы действительно было, где проводить время. В спортивном зале, в плавательном бассейне. Чтобы были какие-то интересы. Ну, я с Вами согласна. Чтобы мы могли готовить нормальное здоровье поколения, чтобы у нас было. Люди способнее потом и за себя постоять, и защитить нашу Родину. Еще интересно было бы мне искренне узнать Ваша профессия. Сначала милиционер, потом полицейский. У Вас большой опыт. А какая она, эта работа? Все-таки приходится больше выезжать куда-то, расследовать? Или это бумажная работа? Вот как это у Вас? Значит, в кино. Да, как в кино показывают или нет? И в книгах. Это немного совершенно другое. Нам не приходится каждый день бегать там с пистолетами, устраивать погони и прочее. А хотелось бы? А были вообще когда-нибудь такие погони? Таких моментов было много. В нашей жизни ни разу ни два, ни три. В основном нам приходится проводить аналитическую работу. Поэтому и такие моменты бывают. Они есть. И сопротивление, и непоминовение, и нападение на сотрудников полиции, и угрозы. Они были в мой адрес. Я проработал много лет. Это была самая легкая профессия. Начальником криминальной милиции. Ну, сегодня уже начальник криминальной полиции. Я проработал практически во всех районах нашего города. Прежде чем возглавить управление внутренних дел. Это, кстати, адский труд. Это адский труд, я должен сказать. Не все выдерживают, не зря предъявляют очень серьезные требования к здоровью каждого кандидата, которых мы принимаем. Значит, очень серьезные, жесткие медицинские требования на сегодняшний день. Состояние здоровья, подготовленность физическую и прочее. Потому что многие сотрудники работают на сегодняшний день по 12, по 13, по 14 часов. К сожалению, очень мало выходных дней. В выходных дней очень мало. А хорошо ли так работать? Вот интересно. Вы понимаете, хорошо ли, плохо ли насудить, остаются на этой службе и работе только фанаты в основном. Временшеки, которые приходят, они не задерживаются надолго, они очень быстро уходят. Какие вопросы сейчас решаете, вот насущные такие, на вашей должности? Что приходится контролировать, отслеживать? Главная основная задача, и моя на сегодняшний день, нацелить вес аппарата полиции на предупреждение и пресечение всевозможных правонарушений и преступлений. Во главе угла мы сегодня ставим это первое. Значит, не раскрыть и уже не бегать за преступниками. Главное, значит, принять меры предупреждения, пресечения, что не допустит совершение всевозможных правонарушений и преступлений. Это главное. Насколько осуществима эта задача, насколько она трудна? Значит, их много этапов, я специально в создании службы для этого. Мы это проводим, системно эту работу мы проводим, поэтому нам удается повлиять на ситуацию в целом, практически по всем направлениям нашей оперативно-служивной деятельности. И это необходимо. Ну и далее, конечно, это организация уже раскрытия совершенных преступлений. Это наиболее серьезные резонансы в преступлении. Мне приходится их брать лично на контроль и заниматься самому, организацией раскрытия преступлений. Также, значит, мы параллельно продолжаем работу по раскрытию преступлений в прошлых лет, которые были совершены 5-10 лет тому назад, 20 лет тому назад. Вот недавно была задержанная преступница у нас, которая была в федеральном розыске, находилась в основном 20 лет. То есть, по многим серьезным, тяжким, особо тяжким преступлениям там сроков нет. А вот интересно, насколько вы строгий начальник, когда приходится общаться с подчиненными, с коллегами, со своими? Во главе угла мы ставим вопрос. Это в первую очередь уважительные отношения к жителям города, независимо от всего, чтобы они были сдержаны, так как мы для народа. Наша основная и главная задача – зашито их интересам. Приходится с этим бороться? Ну, приходится с этим бороться. За уважительные отношения? Есть моменты, несмотря на то, что мы в постоянном системе проводим эту работу, значит, и на занятиях профессиональной подготовки, на всевозможных наших рабочих встречах, инструктажах, что, значит, во главе угла ставить проблемы жителей города. Но, к сожалению, сталкиваемся с такими моментами, когда есть подобное проявление неуважительного отношения. Что делать? Мы принимаем с вами жесткие меры. Этих людей мы приглашаем в коллектив наш, в коллективе мы им даем оценку. Соответственно, до того, что мы заставляем идти, чтобы они принесли извинения перед теми людьми, перед кем они себя повели некорректно. Во-первых, этого нельзя допускать. Поэтому в систему профессиональной подготовки регулярно мы с ними проводим занятия, повышая профессиональный уровень, культурный уровень людей. Во главе угла должен стоять человек на первом месте. Да, зашита интереса жителей нашего города. Вот безопасность ваша основная задача? Это главная, основная задача. А другие стороны нашей жизни, например, как вы относитесь, как считаете с вашим опытом? Что касается образования, например, вот нынешнее состояние этой системы, или медицина, например. Как с этими областями? Мне приходится сталкиваться практически со всеми этими вопросами. И вопросами образования, и медицины, и строительства, и ЖКХ. Все самые сложные проблемы. Совершенно верно. Вот то, о чем мы и говорим, борьба с коррупцией, в эти моменты нас заставляет отслеживать многие направления нашей жизни. Просто-напросто. Конечно, говоря о медицине, когда заходишь в многие наши больницы, честно говоря, плакать хочется. Это не назовешь по-другому, как убожество. В некоторых больницах восстанавливается все. Где все рушится, где все сипится. И здесь не вина главврача, и не вина медперсонала. Сегодня просто надо обеспечить всем необходимым. Хотя бы проводились элементарные, хотя бы косметические ремонты. И давали самые необходимые. Но все, как всегда, складывается из разных нюансов, и в конечном итоге ничего не происходит. Совершенно верно. То же самое и вопрос образования. Вот посмотрите, что происходит на сегодняшний день. Есть немного серьезных, элитных у нас учебных заведений в городе. Они как бы есть в каждом районе. И в Зержинском, и в Тагесуэльском, и в Ленинском районе. Соответственно, это и правильный направленный, нормальный настрой. Родители все пытаются устроить своих детей в нормальных учебных заведениях, где дают крепкие знания, хорошее воспитание, все остальное. Поэтому эти беготня, которые начинаются у нас с Тагесустроя на Вильянку, ищут куда-то, делая время не прописки и так далее. Вы считаете это неправильно? Это совершенно неправильно. Первое, наверное, необходимо посмотреть, что здесь были одинаковые условия. Для всех детей, независимо, где они там живут. Народники. То есть все школы делают элитными? Я считаю, что вопрос не в том, что они элитные или нет. Чтобы были нормальные, квалифицированные преподаватели, состав преподавательские, материально-техническая база, чтобы там была действительно, чтобы она отвечала требованиям сегодняшнего дня. Вот мы говорим, в одном из школ там настолько хорошо оборудование, обеспечение учебной кабинете, оргтехнику, лизеры, экраны, проекты, а где-то их абсолютно заходят некое учебное заведение. То есть не должно быть этого. А вот, кстати, насчет медицинских учреждений, насчет многопрофильной детской больницы. Я слышала о том, что у вас есть тоже свое мнение на этот счет определенное. Что вы считаете? Значит, многопрофильная детская больница, которая уже строится в районе Галиянки. Не первый и не второй. Да, мне кажется, его строят уже больше 20 лет, уже строят его. Я слышал от всех кандидатов, которые шли. Как компания предвиборная, так они все говорят, значит, я буду, значит, достраивать эту поликлинику, буду строить мост через Галиянку и все остальное. Ну, будут ли деньги на строительство этой клиники, пока неизвестно. Вот то предложение, которое прозвучало от главы города, на сегодняшний день Сергея Константиновича, я его поддерживаю здесь полностью и целиком. Почему? Потому что то, что предложение прозвучало следующее. На Галиянке, где уже у нас имеется инновационный госпиталь, ну, будем говорить, как в народе принято говорить, значит, госпиталь Тетюхина. Это действительно благороднейший человек, который достал из своего кармана, выложил и построил великолепный комплекс мирового значения. Взял и сделал все. Это никому не давал никаких обещаний, нигде не пиарился и не говорил, что я там буду строить и прочее. Взял и построил. Так вот он предлагает передать один из корпусов, готовых уже, где, значит, с минимальными вложениями, и таким образом есть возможность уже запустить и оказывать все эти науслуги нашим детям, медицинские, самые вкратчайшие сроки. А если будет поступление денег, вложить туда деньги, они сегодня поступят, привести в нормальное человеческое состояние, значит, то, что мы имеем на сегодняшний день. Они строят какие-то гигантские там неосуществительные планы или гипер-какие-то проекты. Я не знаю, когда мы их построим, да и потом есть же проблема иметь персонала. То есть решать настоящие проблемы? Конечно, надо жить сегодняшним днем, не забывая, конечно, завтрашний день, если и будут поступления, никто не говорит, что не надо строить, значит, детскую полиэклинику. Надо, но надо разумно подходить к этим вопросам. А как, кстати, ваша семья? Чем занимается, чем увлекается? Как относится к вашей службе? Вот очень интересно. Все-таки серьезная такая опасная профессия. Значит, у меня двое детей. Старшему уже 29 лет. Он учился здесь, в Тагиле. Заканчивал 18-ю гимназию. Далее политехнический институт. Сейчас так называется, по-моему, да? Начинал свою трудовую деятельность на металлургическом комбинате, как и многие. Далее он был переведен на Уролобогонзавод. Имея второе имя священное образование и продолжает там трудиться. Не хотел в детстве стать милиционером? К сожалению, нет. Видя мой образ жизни, значит, выходные дни, мне, к сожалению, удается только там. В воскресенье, с обеда или после обеда. Все остальные дни, ну, к сожалению, наверное, они рабочие дни. Поэтому, посмотрев на режим работы отца, они не решились выбрать такую профессию. И младший тоже? Да. Значит, младший закончил в Екатеринбурге СИНГ. Сейчас уже, по-моему, переименовали его, да? Не скажу вам точно, не знаю. Значит, и после окончания он там же остался, он работает на оборонном предприятии. Готовится, сейчас он в армию. Значит, и в конце мая, в начале июля должны его призвать в бреди российскую армию нашу. Ну, тоже чуть-чуть пошел по вашим стопам. Так? Ну, наверное, не совсем. Но служить в армию он будет обязательно. Потому что долг каждого нормально. Ну, тоже такие серьезные профессии интересные у них. А чем вы увлекаетесь? Вот всей семьей, например. Вот, как говорите, активный образ жизни. Спорт какой любите? Значит, семья все увлекается спортом. В свободное время, значит, жена ходит, занимается плаванием. Дети, значит, старше он занимается атлетической гимнастикой. Его можно увидеть в свободное отработиное время всегда в спортивных залах. Младше занимался он более серьезно. Был в сборной Российской Федерации. Значит, на протяжении трех-четырех лет занимался он кейкбоксингом. Имеет серьезные достижения и Европы, и Кубок мира, и все остальное. Он объехал многие города в Европе, России. Ну, сейчас он продолжает заниматься для себя. Будучи студентом, я знаю, что он вел спортивную секцию, тренировал студентов, с кем он учился, да и преподавателей тоже. Здорово. А вы какой спорт любите? Занимаетесь? В свое время я занимался вольной борьбой. Ну, а далее, значит, специальными видами спорта. Ну, на сегодняшний день я также продолжаю поддерживать себя в форме. Нахожу, несмотря на свою занятость, ну, где-то полчаса, 40 минут я нахожу, значит, ежедневно посещать спортивный зал или у себя дома, в обязательном порядке, несмотря на жесткий режим, потому что надо держать себя в форме. Что ж, спасибо вам большое за откровенный диалог. Телезрителям хочу напомнить. В нашей студии был Ибрагим Абдулкадыров. Ну, а вы оставайтесь на Тагил ТВ. 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 Тагил ТВ.